привет любимые мои а знаете какая самая самая частая самая большая проблема во всех этих экспериментах во всех этих групповых опытах жмж мжм свинг и так далее в том числе и гэнг вы подумаете что наверно поиск пары так чтобы все друг другу понравились и ревность выяснение отношений но нет самая большая проблема о которой вообще даже не думают вот во время поиска во время подготовки они приходят в голову эта проблема это не стоит проблема не стоит это самое частое самое главное самая такая распространенная чуть ли не обязательная проблема всех начинающих свингеров экспериментаторов почему они никто не задумывается и даже когда у меня такое с мужем случилось я рассказывала свою историю кто не смотрел перейдите посмотрите будет под видео в описании ссылка на этот ролик про мой неудачный первый свинг и в конечных заставках тоже поставлю переход на этот ролик я рассказывала о том что вот когда мы приехали с моим будущим мужем на наш первый типа свинг как раз эта проблема у нас и случилось вдруг неожиданно у него перестал стоять ну хотя в какой-то момент уже все стояло но потом включилась ревность и все заглох напрочь нам пришлось оттуда уезжать все просто прерывать и уезжать и как только мы приехали домой все прекрасно заработало и это не единичный случай вот сколько я потом уже общалась на эту тему сколько я веду блоги свои в том числе телеграмм кстати кто еще не подписался на мой телеграмм ссылка под видео в описании и в подсказках переходите пожалуйста там очень интересно и я могу позволить себе более интимные темы чем здесь на youtube связи с цензурой же здесь я вынуждена как-то очень сильно фильтровать слова подбирать их избегать а там свобода там можно писать говорить без цензуры так вот и мы вообще не подозревали мы мы не ожидали с мужем что так произойдет мы так этого хотели мы так много это обсуждали он с таким азартом знакомился на сайте знакомства и поеду скива нам девочек и пары мы с таким вдохновением ездили на свидание у него глаза горели вот по всему было видно что он готов ему все нравится мне тоже я я несмотря на свой опыт мне тогда уже было 34 года у меня не было опыта свинга именно вот с любимым человеком с кем такие вот отношения прямо страсть именно прямо отношения отношения и поэтому я тоже не предполагала что это может случиться потому что остальные мои опыты они были какие-то групповые они были или жмж и в жмж реже кстати у мужчин случаются какие-то проблемы но тоже бывает я таких случаях тоже знаю а а вот когда присутствуют еще какие-то другие мужчины амжи свинг вот тут вероятность того что первый раз что-то не сработает она просто становится ну где-то процентов 80 вероятности уже набегает да и я поэтому несмотря на весь опыт я не предполагала я вообще в этом даже не подумал серьезно я ни разу об этом не подумала пока это не случилось поэтому я вот вас предупреждаю вы об этом тоже не задумаетесь потому что когда вы об этом фантазируете когда вы это планируете когда вы это обсуждаете когда вы переписываете с этими парами может быть даже уже съездили на какую-то первую ознакомительную встречу вам кажется что вау класс да я этого точно хочу я к этому точно готов и самое меньшее о чем вы можете подумать о том что у вас просто тупо не встанет поэтому будьте к этому готовы это абсолютно нормальная ситуация такое случается процентов 80 90 случаях почти со всеми кто идет первый раз в такой опыт тем более с любимыми людьми мужем женой просто любимая женщина или любимым мужчиной потому что там еще дополнительные переживания ревность включается но может не встать и если люди друг другу как это сказать но не так цены не так важны это просто какие-то знакомые которые вам просто нравятся друзья или люди которых вот только вот для этих целей нашли которых вы не очень-то и хорошо знаете вот даже в тех ситуациях может не встать или стоять плохо с перебоями таких историй я тоже знаю массу ну почему опять же те же переживания того что ситуация незнакома неизвестная не привык еще к этим людям и вообще в целом не знаешь как себя вести плюс присутствие другого мужчины может напрягать жмж тоже бывает вроде бы ты этого хочешь класс аж две женщины а с другой стороны ты можешь начать теряться того что их ах аж две начать переживать что ты что-то сделаешь не так они останутся недовольными и в итоге у тебя вообще ничего не работает и уже ты сам сам собой недоволен поэтому вот так вот чтобы вы узнали что самый самый-самый-самый-самый такой распространенный распространенная проблема самый распространенный случай среди начинающих свингеров среди начинающих экспериментаторов это вот не стоит и будьте к этому морально готовы лучше всего вообще продумайте какой-то план действий на случай если не будет стоять запаситесь на всякий случай виагра или какими-то подобными средствами но я знаю ситуации у меня была история в telegram об этом и здесь на youtube я на втором своем канале зачитывал эту историю про то как мужчина пять раз пробовал свинговать со своей женой пять раз и в эти разы он в том числе и пробовал виагру он ее употреблял но даже она не действовала то есть все он целый не мог его жена была единственная и первая женщина в его жизни больше ни с кем не было и вот они нам лет двадцать по моему прожили вместе и решили стать свингерами им это очень нравилось они этого очень хотели они к этому стремились хотя можете и на этом канале рассказывали помню рассказываю эту историю или нет но она очень показательно и все пять раз когда они встречались другими парами у него не стоял но когда у них был мжм все прошло хорошо без проблем то есть он именно переживал в присутствии другой женщины потому что никаких других женщин кроме своей жены он не знал и вот вот его дружок просто отказывался работать в присутствии другой женщины вот как-то так вот было все это у него в голове запрограммировано жена заколдовала не иначе жена заколдовала я не знаю чем эта история закончилась но знаете пять раз пробовать когда у тебя все пять раз не стоит и ничего не получается это надо иметь такое прям очень сильное желание и терпение достичь результата может быть в конце концов все получилось не знаю но мне кажется наверное они оставили эти попытки или перешли только на мжм потому что там проблем не было вот тогда или может быть вот в какой-то конкретной ситуации у вас не стоит вот именно в этом виде каких-то групповых приключений других видах групповых экспериментов у вас все нормально работает такое тоже может быть вот как в этом случае вам же все работает жем же и в свинге ничего не работает ничего не получается и продумать нужно план взять с собой виагру на всякий случай и продумать план действий как вы будете себя вести что вы будете говорить вы тут же закончите и уедете домой или вы как-то на месте все-таки решите продолжить но в каком-то другом амплуа например один из мужчин просто сказал ну ладно вы занимайтесь gmg муж жена и его жена вот вы втроем а я здесь посижу посмотрю вот он был просто зрителям не захотел уже видно зачем я буду портить всем праздник я посижу посмотрю раз у меня ничего не получается он сидел наблюдал как у них был жем же или вы обойдетесь без своего дружка замените руками губами языком все процессы это тоже почему это это тоже вариант если мужчина что-то не смог мы не обязательно полностью исключать себя из процесса если у него конечно есть настроение тоже проблема в том что мужчина очень часто портится настроение и не просто уже таки все раз дружок не работает тучи это буду делать я пошел я пошел зачем в этом все может быть так много всего помимо использование вашего дружка поверьте мне серьезно такие игры можно устроить не надо зацикливаться я уже снимала ролик назывался члена центрирование не нужно зацикливаться на своем органе главное не орган а его носитель и то что вы можете еще помимо работы вашего органа тоже об этом подумайте ну серьезно ну я иногда так думаю боже да зачем они все прекратили ну зачем зачем мы тогда с мужем все прекратили можно же было нормально продолжить но если бы он хотя бы настроение свое привел в порядок и сказал слушайте ну не работает фиг с ним давайте продолжать тем более она была би мы начали из такого шикарного лесбика с ней ему это все очень нравилось как раз на лесбик он завелся он отреагировал все работало а уже потом когда я переключилась на мужчину из пары а он на эту женщину нет нет там не была проблема что она ему не нравилось она ему нравилась она достаточно была привлекательна все хорошо то есть но у него вот испортилось настроение от ревности от того что он увидел как я с другим мужчиной и не смог как-то дальше пережить причем у него реакция была именно на очень сильную нежность у меня муж такой был такой властный такой грубоватый такой мужланистый такой громкий и он и внешне у него такой в 23 года на 30 выглядел мне 34 было все говорили что он старше меня но у него не было ни морщин ничего просто такой огромный был бы широкие плечи широченный голос такой муж мужской вообще такой низкий очень голос очень громкий командный борода то есть такая внешность очень брутальная у него была и он сам не мог генерировать такую нежность то есть вот это это как раз вот та фишечка который в нем них и он видимо понимал что в нем не хватает это нежности он на нее не способен на вот такую нежность какую он увидел от того мужчины по отношению ко мне потому что там там такая нежность была что боже не каждая девушка такую нежность проявит серьезно это ну это наверное максимум до 5 процентов мужчин вообще способны на такую нежность а может быть даже меньше это редко встречается и вот у мужа была вот такая вот реакция и все упало перестала работать то есть именно вот неизвестно на какую ситуацию вы отреагируете и сразу настроитесь зачем все зачем все заканчивать зачем все портить но мы кстати с той женщиной даже когда потом перешли снова на лесбик потому что я вспомнила это его нормально он на это реагировал может быть это поднимет ему настроение мы с ней снова начали целоваться но даже какое-то время это все продолжалось но я смотрю по реакции не настроение не поднимается бесполезно вообще что-либо делать но это было решением уже да это было решением уже что все если вот пошла уже такая реакция значит я не хочу вообще никак продолжать и давайте мы на этом закончим поэтому очень очень серьезно отнеситесь к этому к этой проблеме к этому пункту потому что 80 процентов вероятности что с вами случится это если вы решитесь на эксперименты вот это называется кстати стос ну синдром тревожного ожидания неудачи по моему как-то так а синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи вот так это называется можете погуглить почитать и узнать об этом больше все на этом я буду заканчивать данный ролик я надеюсь вы примите к сведению информация была полезной если полезной ставьте лайк не забывайте подписываться на мой телеграм-канал там есть еще больше всего очень интересного вы же видите я тут очень фильтрую речь вместо слова x у меня приключение эксперименты это все для цензуры youtube а я уже заманалась если честно кстати я вела на канале спонсорство также по этой причине потому что я побоялась что какие-то ролики youtube начнет снова мне блокировать у меня было уже несколько блокировок я очень боялась потерять канал я подавала на апелляцию слава богу в ролике вернули эти все нарушения с меня сняли ну я вот так вот я просто лихорадочно повыключала огромное количество роликов а потом подумала человек вообще убрала с канала их перекину на спонсорство потому что те ролики которые записываются для спонсоров не настолько строго youtube проверяет так как на них нет рекламы и можно не сильно заботиться о рекламодателях там а если уже человек купил спонсорство то он наверно знает на что он идет на ради этого многое купил а вот то что идет в прямой эфир вот в такой общий доступ вот тут конечно youtube замучивает своей рекламы своей цензурой вот так вот поэтому переходите в telegram там нет цензуры подписывайтесь на спонсорство там тоже будет немножечко поживее поинтереснее особенно если вы не видели те ролики которые были когда-то в свободном доступе там есть очень много интересных тем посмотрите весь перечень роликов которые доступны сейчас на спонсорстве вы увидите на моем канале поэтому может быть это все было тоже будет интересно и я конечно же буду и новые ролики тоже снимать периодически для спонсоров я всех люблю целую